И... оп, смотрите, у нас есть скайп. Секундочку. О, да ладно. Ничего себе. Всё? Так это же прекрасно. Всеволод? Всеволод? Всеволод, вы здесь? Всеволод, здравствуйте. Здравствуйте, Всеволод. А мы уже с вами попрощались в эфире. Мы попрощались и не зависли, вы сказали про Австрию. Рановато вы. Как вам там в Австрии? Ну, нормально идёт снег. Скажите, Всеволод, что у вас за год изменилось в жизни? Ну, много чего. Давайте уточним вопрос. Давайте так. Как это вообще работает, когда бизнесмены списка Forbes начинают тратить свои собственные деньги на то, чтобы помогать украинской армии? Как вы приняли такое решение? Ну, во-первых, в итоге я не только свои трачу. Вот. И я не знаю, у меня не было там какого-то сомнений или долгих каких-то раздумий. Это как-то, мне кажется, вполне естественно. Особенно для жителя региона Восточного. Я же в основное время прожил в Харькове. Мне кажется, это вполне естественно, что нужно было включаться в эту работу. Хорошо. Ну, скажем так, один из известных бизнесменов из списка Forbes, которые участвуют в подобной деятельности, это, например, Игорь Коломойский, которого, скажем прямо, видят в его действиях некие корыстные мотивы. Какую выгоду вы видите в том, чтобы помогать армии? Ну, во-первых, я не могу комментировать других людей. И между этим бизнесменом и мной в этом же списке пропасть, по большому счету. Но я не думаю, какая у нас может быть корысть. Нам надо сохранить нашу страну. А нашу страну мы не можем сохранить без сильной армии, национальной гвардии и подготовленных частей. Это, мне кажется, аксиоматично. Вряд ли я что-то новое вам скажу. А вы за этот год многое потеряли? Пришлось ли вам что-то отдать для того, чтобы заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, видите, волонтерская деятельность, отдавать ничего не надо, как бы приветствуется. Ну, как отдавать нужно время? Ну, потерял часть записной книжки, знаете, вот, телефонной своей. Некоторые люди, с которыми достаточно плотно общался, не общаюсь сейчас. Вот сейчас считается, не то, что считается, в Харькове происходит много провокаций, скажем так, да? Там, например, взрывы в каких-то заведениях, много всего. И считается, что Харьков довольно нестабильный регион. Вы, как человек из Харькова, ну, как вы можете оценить, что там происходит сейчас? И стоит ли, ну, всем нам беспокоиться по поводу Харькова непосредственно? Да, нам стоит беспокоиться, я думаю. Я, как житель города, действительно могу подтвердить, что ситуация в Харькове нестабильная. И нам всем стоит беспокоиться, стоит обратить внимание на этот регион. И стоит заняться им вполне серьезно. А что конкретно нужно сделать и кто раскачивает лодку? Ну, мы не знаем, кто раскачивает лодку. Я думаю, что различные силы. Лодка однозначно раскачивается из-за границы. А кто является проводником этих идей именно в Харькове, то службы занимаются и периодически они кого-то арестовывают, кого-то задерживают. Видимо, не всех еще, раз это все продолжается. Но мы все должны очень внимательно на эту ситуацию смотреть. И еще важен такой момент, что необходимо работать с людьми, с поселением, с харьковчанами, с жителями области. Необходимо проводить масштабную разъяснительную работу с людьми и объяснять им, что вообще происходит и к чему могут привести те или иные события. Как вам кажется, почему этого не делают? Ну, мы давно знаем, да, уже год длится этот такой, ну не знаю, кризис. И все всегда, ну, с самого начала знали, что Харьков одна из, ну скажем, опасных областей, да, таких нестабильных. Почему этого не происходит до сих пор? Может быть, виной тому харьковские власти. Вот какой у вас есть ответ на это? Ну, я понимаю, что вы хотите, чтобы я называл какие-то имена и комментировал харьковские власти. Я в целом, я скажу, наверное, что кто-то не хочет этого делать, а кто-то не может этого делать. Вот так. Хорошо. Всеволод. Напоследок вопрос. Какое для вас самое важное и сильное событие в этом году произошло? Ой, я даже застреляюсь. Этот год, это как жизнь моя у тебя прошла. Вот если взять начало прошлого года, я себя вспоминаю. В начале прошлого года и в начале этого, это вообще совершенно разные мысли и совершенно разные поступки и действия. Очень много событий и все они такие были достаточно… Ну, врезались в память. И как с негативом, так и с позитивом. Ведь у нас идет война и какие-то маленькие победы воспринимаются с огромным подъемом, а какие-то поражения с большим каким-то… с большим каким-то трагизмом. Вот. Я думаю, что я не смогу выделить какое-то одно яркое событие, потому что их было очень много, которые именно врезались в память. Хочу сказать, что я очень рад, что ситуация… Я надеюсь, что ситуация на востоке Украины стабилизируется и мы все в скором времени сможем жить нормальной, спокойной жизнью и продолжать делать то, чем мы занимались до этих событий. Спасибо большое. С нами на связи был Всеволод Кожемяка, бизнесмен из списка Forbes, из Харькова. Всем привет!